Добрый вечер, мои дорогие зрители. Посмотрите на эту красоту. Пахнет она или нет? Посмотрим, потому что кушать нельзя, потому что время приема пищи прошло, аж кем принес попозже. На базаре мы так мало чего купили. В основном лук купили. Вот я сегодня помыла этот ящичек для картошки и лука. Лучок купили, капусточку. И чем я занимаюсь? Да-да, я буду квасить капусту и многие из подписчиков просили мне показать рецепт. Очень легкий, очень легкий. Нужно просто пошинковать капусту. Видите, как я сделала? Тяп-ляп уже, потому что все равно ее не видно. Там красиво вырисовывать мне некогда. Тут вот у меня продолжение. Вот и одну морковку. Добрый вечер, мои дорогие. Сердечко вам от меня, от спортсменки Светланы. Друзья мои, смотрите, вот эти наши, очень удобно нарезать. Видите, очень удобно нарезать. Вот так вот я нарезала. Некрасиво, но ничем сойдет. Мужу сказала, не покупай зеленый. Ну какую принес, надо квасить, потому что это очень одно из любимых моих блюд. Друзья мои, я сегодня занималась глажкой и включила документальный фильм «Сахар». Вот вы мне спрашиваете, вы все говорите за мои морщины. Пять человек гадостей пишет, один хороший. Пять человек гадостей, один хороший. Вот такая статистика. Но вы поймите меня, почему я это начала. Я это чувствовала за собой грешок очень давно. Когда у меня была такая потребность и тяга к сладкому, если я после работы приходила, у меня подруга была, соседка, с которой мы не общаемся уже много лет. Крестила я ее. У меня видео даже есть о ней. И мы очень тесто дружили последние года. И я после работы всегда быстро покушаю туда-сюда и на кофеек бегала к ней. И когда мы там болтали, кофеек выпьем, потом я раз и отключалась, спала. И когда просыпалась через 5-10 минут, я говорю, ой, быстро мне дай мне что-нибудь сладкое. То есть это была такая потребность у меня, тяга к сладкому очень давно, очень длительное время. Но я это не осознавала. У меня была тяга к сладкому очень большой период. И в последнее время я здесь наела. Я здесь столько фруктов ела. Столько фруктов, рот не закрывался. Особенно эту зиму в 11-12-4. Я столько раз вам говорила. Я. Мы по 10 килограмм покупали фруктов. Нам не хватало с мужем. И такие довольные. У нас витамин, у нас этот. А раньше на тощах, когда я пила по грей-крукту, это 2 года я не пью соки, выжимала. Боже мой. У меня оказывается, вот через 2 дня, через 3 дня я пойду на эхоскопию. Потом будем все делать выводы конкретные. Сейчас знаете, какие у меня планы? Я очень много думаю об этом. Потому что эта инсулинорезистентность начинается, а диабет не страшная болезнь. Вот я открыла ютуб, сейчас увидела документальный фильм «Сахар». Посмотрела и убедилась, что я такая молодец. Вот у меня была тяга, допустим, сейчас в последние дни с конфетками. Я даже пару суток съела. Гюрешок такой имею. Ой, ножом как красиво резать. Смотрите, ножом. Буду ножом резать, чтобы не мешать вам. И мне кажется, чуть-чуть я вышла из кета, потому что у меня был стресс. Кортизол поднялся и было желание к сладкому такая тяга. Я только думала о сладком. У меня и давление, у меня и их зрение по вечерам. Я слепая была. Вы не понимаете просто. Вы думаете просто так. Ну пишите, что я страшная. Кто-то меня не видел давно. Ну как хорошо, что вы вернулись ко мне. Добро пожаловать, мои дорогие и любимые. Я так рада, что для вас я бомба сейчас. Бомба замедленного действия. Сколько лет вы меня не видели, а то тут пришли и не узнали. Так это же хорошо, что я меняюсь так. Я же не буду все время такой вот помпушечкой. Ведь я полнота. Это лишний вес. Человек, который имеет лишние килограммы, у него в будущем обеспечен сахарный диабет. Не бывает такое. А сейчас очень много это распространено среди молодежи. И я вот сейчас задумалась над своими внуками. Как долго я их привезу сюда, то мне нужно как-то, как-то... Я смотрю, Ермочка моя поправилась. Мама все не пипает. Хоть ее, ну не знаю, пирожками там, кончиками продается. Покупает она. Марик такая стройненькая. Ну увидите моих дедочек скоро. У меня столько планов из головы не уходит. Я так хочу сделать им приятное. Ой, моим лапулечкам. Хочу все время быть с ними. Хочу на море. Вот то, что я их на море водила, это иммунитет их повысился. Мои детки почти не болели. Вот Марик после больницы, она была в больнице 39, несколько дней. Кстати, надо позвонить сейчас. Вот, шинкую капусту и позвоню. Мужу и позвоню. И питание какое-то улучшит. Ну, хочет бабуля же. Ну, в принципе, в детстве им... Самый главный у нее показатель, что они сахар передают, это кариес. У них всегда зубы черные. Я сколько раз их чистила у стоматолога. Вот, а потом это поэтому такие зубки плохие у них. Ну, в общем, ладно. О болезнях прекращаем. Говорим только о хорошем. Мужу сегодня я буду... У нас еще курица есть. Но, к сожалению, я приготовила всю такую огромную. Думала, что придет сын Ялчина в тот день. Поэтому я думала, что мужчинам это хватит. Вчера мой муж и поел. Сегодня говорит, я это не буду есть. Она еще там есть полна курицы, да, и овощей. Я поела сегодня два яйца, давно не кушала. У меня была капуста с грибами. Я сыр пармезан в духовке и вот и салат поела. Вот это у меня было. И даже не прикоснулась к этой, к еде. Он для мужа приготовил на сливочном масле. Я уже растительное масло изъяла. Понимаете, ну, когда картошка, там что-то такое мы жарю. А так сливочное перешла на сливочное. И перешла на оливковое полностью. Вот. И даже сейчас подумаю, что нужно запастись побольше оливковым. Вот. А сливочное так на пирожки. Ой, лучше бы я это не видела. И жить стала. Но зато все понятно стало с моим здоровьем, с моим положением. Почему я себя себя чувствовала, почему у меня руки не мели, кололи. Я прямо просыпалась, садилась, разрабатывала, ложилась. Вы же не знаете всю подноготную. Не заставляйте меня отрассказывать вам. Только лягу спать несколько раз, всю ночь бегала в туалет. Почему? Потому что у меня часто мочеиспускание было. Друзья мои, вы понимаете? Конечно, я такую порцию ела фруктов. И тут с ума сходил мой организм. Я каждые полтора часа вставала. В туалет. И ходила. Вот. Вот такие дела. Я сейчас стала высыпаться. И сколько хотите, пишите мне красивые слова. Я жду от вас красивых слов. Вот. Видео стараюсь вам загрузить, чтобы больше на меня смотрели, на мои морщиночки, мои дорогие зрители, мои любимые зрители. Вот подождите, вот если вы меня увидите вживую, вы скажете, как вы ошибались во мне, в моей внешности. Почему? Потому что сколько зрителей у меня приезжают ко мне, встречаемся. И они говорят, что я выгляжу в жизни намного лучше и моложе, чем на камерах. Так что этот мой телефон меня сделал страшный. Значит, скоро мне нужно покупать айфон. Да, вы знаете, я согласна. Здесь камеры мне не нравятся. Даже когда я снимки, фотографии снимаю, мне они нравятся. Они какие-то, они ненатуральные. Вот. Потому что здесь камеры с искусственным интеллектом. А мне, я люблю все натуральное. Вот. Поэтому, может быть, это и из-за камеры, да. Такие у меня морщинки появились, опустились. Ну вот, разговаривая с вами, я уже почти нашинковала мою капусту. Кто-то может и красиво шинкует. Я всегда красиво шинкую. А сейчас так получается. Нету времени, если честно. Нету времени, если честно. Там белье надо снять на улице. Гладила сегодня очень много я. Занимаюсь глажкой. Ну, вот продолжаю все старенькое. Ой, старенько говорю. Только же мы постирали осеннее. И похолодало. И вот корочки на мушку одевал. Там рючки, джинсы. И как-то я стараюсь сейчас переглаживать летние вещи, да. Достаю, которые перестирываю свежесть. То, что висело в шкафу, не нужно их стирать. А те, которые были в кровати, там, в кровати, да. Немножко нужно. Хотя у нас нету сырости. Я не чувствую это, сколько лет здесь живу. Ну, все равно неприятно, когда все постирано. Так вот. Приготовила мужу. Давно не делала чорбу. Мерджин. И еще что я, друзья мои. Макароны уже хотела. Может, курицу поест это. Вот. Вот такие вот дела у нас. Так что, приятного вечера. Покажу вам дальше. Капусту, морковку. Сейчас я хочу попробовать на гималайской соли. Сколько делаем? 40 грамм. Ну, сделаем 45. Как раз на соль хорошая очень пропорция. Я сколько раз делала, да. Вот, 40. Сейчас давайте сделаем 45. Не знаю, как я в этом тазу помешаю. Что-то так много вышло. Но, но не важно. Смотрите, 45 грамм, да. Сейчас не хочу еще брать посуду другую. Давайте вот так, наверное, да. Размешаем. Дальше она тут все-таки помешается. Вот. И вот эту соль посыпем вот так вот, да. Морковочку для вида надо. Я не знаю, как с этой капустой будет, зеленой, свежей. Но мой муж принес, какая есть уже. Я раньше неправильно солила. Я солила и в холодной воде, там, в кипяченой воде, в холодной. Вот, смотрите, мои дорогие. Сейчас это все я перемешаю, да, чтобы соль была. И чуть-чуть, смотрите, вот так, раз. Смотрите. Когда я буду, вот. Во время перемешивания, слышите, хоть. Вот так. Вот так вот я сделаю. Сейчас потом покажу дальше, что буду делать. Так, банка готова, пока закрыта. Сейчас будем все это перемешивать со всей массой. Смотрите, соль же должна распределиться правильно. Сначала вот здесь вот, в этой посудинке. Мисочки, морковочка. Вот. Распределилась. Сейчас вот здесь тоже. Ну, оно там, когда мы будем прокалывать, каждый день, да, мы же будем с вами прокалывать ее. И оно все погрузится там, все перемешается, сок начнет выделять. И все будет замечательно. Смотрите, когда я так делаю, вот, видите? на нашу капусту. Много морков не нужно. Примять чуть-чуть, примять. Вот. Восемь дней она готовится, эта капуста. Три дня. Вне холодильника. Каждый день надо сверху марлечкой. Я удивляюсь, как я столько лет ее не кушала. Кладезь витаминов. Мне надо сегодня выпить еще соль гималайскую. Потому что, мне что-то судорога схватило под утро. Вот. Что мы делаем дальше? Берем чистую банку. И вся эта порция должна поместиться в эту банку. Каким образом? Сейчас я вам покажу, как я. Сначала вот так мы укладываем ее. А потом берем наш кулачок. И утрофовываем. Видите, как? Вот, как мы трамбовываем ее. Эта молодая, она быстрее приготовится. Вторая. И так далее. Две баночки такие полные получились. Мне кажется, та была капуста постарее. Здесь, видите, молодая. Половина молодая, половина старая. Все перемешала я. Ну, посмотрим. Хуже не будет. Сейчас, что мы делаем? Мы сейчас их накроем марлечками. Вот так марлечку. И резиночкой. Вот. Каждый день я буду шпажкой прокалывать. И вот будет стоять у меня здесь. Вот. Рецепт приготовления. Очень легкий, мои дорогие. Ну, не отвечаю за качество, потому что я не знаю, какая это капуста. Впервые делаю с такой молодой. Все. А я пошла готовить салат. Приятного просмотра вам. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok